Что, до кочки прыгать начинал? Что, после кочки еще 15 минут? Нет, извините, пожалуйста, сейчас поставили рессоры, кабина отвязана вон сам по себе, плюс сидение на дневном баллоне, то есть ты сидишь уже как в иномарке. От современных тракторов и комбайнов парламентарии в восторге. За 10 лет парк сельхозтехники на Южном Урале заметно модернизировался. И не только в плане комфорта. Благодаря новому оборудованию фермеры могут собрать урожай вдвое быстрее. Сегодня в Чебаркульском районе собрались аграрии со всего региона. Пообщаться с сельхозпроизводителями и узнать о проблемах жителей села приехали депутаты законодательного собрания. Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто по роду своей деятельности связался с сельским хозяйством. Благодаря вашему труду наш регион абсолютно заслуженно является лидером по производству сельхозпроизводительной продукции в стране. В этом году планы у фермеров наполеоновские. Если повезет с погодой, аграрии планируют собрать вдвое больше зерна. А это практически 2 миллиона тонн. Добиться таких успехов помогла в том числе и работа наших селекционеров. Благодаря им Челябинская область стала одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли. Депутаты подчеркивают, продовольственная безопасность одна из задач агропромышленного комплекса. Я думаю, что это еще только самое начало. Челябинская область имеет огромное количество потребителей зерна. Огромное количество компаний, которые имеют в виде своего сырья зерно. Это все птицеводство, свиноводство, мука и прочее. Тем более в этом году на стороне фермеров даже погода. В отличие от предыдущих лет засухи в этом году не ожидается. Стараются поддерживать отечественных фермеров и на законодательном уровне. Одна из последних мер поддержки – это сохранение сниженной ставки по единому сельхозналогу. По инициативе губернатора сохранение сниженной ставки по единому сельхозналогу и обнуление этой ставки в случае, если в коллективе сохраняется 100% рабочих мест или увеличиваются рабочие места. Это достаточно такая действенная мера. Также накануне парламентарии приняли поправки в федеральный закон о брошенных землях. Благодаря им муниципалитет может купить заброшенные участки по сниженной стоимости, а значит быстрее ввести их в оборот. Ренат Баяков, Наталья Петрухина, Сергей Олейник, 31 канал.